Добрый день дорогие коллеги, мы просим прощения за то, что вам пришлось ждать, к сожалению, ситуация транспортная в Москве вам известна, поэтому мы не могли начинать без нашего главного героя, поэтому еще раз простите, что мы немножко задержались. Итак, мы начинаем пресс-конференцию, посвященную фильму «Непрощенный» режиссера Сарика Андреа Асяна, мы очень признательны вам за интерес к нашей картине, надеемся, что она нашла отклик в ваших сердцах, и я представляю вам участников нашей пресс-конференции. Большой продюсерский состав Армену Наникян, Геонт Андреасян, и сопродюсер фильма, директор по контеку компании Иви Мария Фернова. Великолепная Ирина Безрукова, режиссер, автор идеи Сарик Андреасян, и актер, проживший на экране «Судьбу Виталия Калоева» Дмитрий Нагиев. Вопрос, насколько фильм основан на реальных, то есть действительно ли все, что мы видели в фильме, происходило, или вы что-то привнесли? Например, вот интересно узнать, герой фильма, он действительно прибыл на место катастрофы и начал все искать, вот это реально или по себе? Ну, во-первых, спасибо, что похвалили. Я, наверное, с крайнего вопроса начну. То, что вы второй человек, кто меня это спросил, да, это действительно так, он первый туда прилетел, и ему не запретили это делать, и он действительно надел форму, и все это прошел. Поэтому, ну, то есть, поэтому мы позволили себе это повторить. Иначе, конечно же, я понимаю, что, если вы не знаете историю, возможно, это кажется некой фантасмагорией, но вы знаете, финальные титры, вот Хроника, там даже есть вот этот кадр, когда они идут, то есть это с места событий, то есть его туда допустили, потому что, ну, вот, видимо, это такая сильная боль, что, конечно, ты не можешь становиться человеком. Нет, дело в том, что вы же понимаете, что когда рейс с детьми летел в Испанию, то есть там в Испании не было встречающих родителей еще кого-то, потому что дети летели на отдых, то есть, по сути, он был единственный, кто встречал с русской стороны свою семью. И поэтому ему долететь до Уберлингена было, то есть, быстрее, и он там оказался. Поэтому, ну, там, я не хочу в это погружаться, да, то есть, просто мы, я серьезно это изучал, он нашел дочь, он нашел жену, не смог найти сына, и сам себя в этом винил, то есть, это все, ну, это, это, это тяжело, не хочется, то есть, именно вот настолько, то есть, мы вот сидим и сочувствуем на том, что все равно, безусловно, это художественный кино. И, просто, это очень важно, да, человек жив, он живет в твоей стране, то есть, ты деликатно обходишься с его горем. То есть, я когда встречался, я ему сказал, что, Виталий, я сделаю максимально с уважением к вашей семье и к женцам, потому что, то есть, излишняя художественность, возможно, могла бы просто что-то испортить. Но, в целом, конечно же, выдумок, ну, я думаю, предостаточно, опять же, выдумка там, вот, сцена, о которой вы говорите, что она повторяется, я делаю осознанно, то есть, это очень, там, в принципе, очень много сцен про потери. То есть, эта сцена, она для зрителя, когда мы понимаем, что, ну, вот, у кого-то жизнь продолжается. То есть, да, есть та же сцена с фотографией, когда, вот, мужчина говорит, а вот, мои растут, и, там, мы убираем звук, дополняем музыку, и мы понимаем, что они вот уже не растут. То есть, это, по большому счету, эти все сцены, так иначе, про одно и то же, мы просто усиливаем градус. Поэтому, ну, и, там, и герой застывает, на этом, потому что он проецирует все равно на свою семью. Это, вот, про эти сцены, поэтому я считаю, что, ну, то, что она повторяется, она усиливает, сгущает. А нельзя было просто другой диалог, кстати? Ну, тогда бы это не работало. Ну, мне кажется, тогда бы это не работало. Ну, может быть, и можно было. А касательно начала фильма, то, что, вы понимаете, фильм и так идет почти два часа, и, в какой-то степени, мы, как зрители, мы все равно знаем, что произошла трагедия, мы знаем, что произошло крушение, и мы, в принципе, для нас фильм начинается с момента, как произошло крушение, потому что до этого мы все знаем. Ну, то есть, мы просто знаем, мы видим афишу, мы видим трейлер, мы знаем эту историю. То есть, поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы первая часть фильма, она развивалась быстрее, а уже потом, да, она становится более медитативной, я думаю, вы заметили. — Газец-собеседник. Продолжу тогда первый вопрос тоже по эпизодам, по самому фильму. Скажите, пожалуйста, вот представители швейцарской компании, вам не показалось, что они, ну, слишком циничными такими показаны в вашем фильме, потому что они, им, так сказать, о душе, о переживаниях, а они все время предлагают деньги? То есть, нет ли здесь перегиба? Действительно ли все эти истории были, все эти диалоги изучали ли вы? Второй вопрос, связанный, собственно, с самим Виталием Калоевым, насколько он принимал участие, и принимал его участие, может быть, на каких-то этапах. Есть с ним интервью записанное, я так понимаю, что это вы к нему обращались, или, может быть, это какое-то другое интервью. Вот, и, собственно, третий вопрос, Сарик, ну, вы начинали, можно сказать, с комедийного жанра, да, с таких комедий, за которые вам иногда доставалось, там, ругали и так далее. И сейчас это уже не первая такая драма, проникновенное кино. Почему вот именно такой путь вы проделываете в своем творчестве? Связано ли это, может быть, с деньгами, с окупаемостью, вот, другого жанра? Спасибо. Сложно сказать именно про деньги и про окупаемость, прокат стал настолько непредсказуемым. Лет 5 назад такого фильма, как «Непрощенный», бы просто не существовало. Нас бы просто развернул бы дистрибьютор и просто на уровне сценария. И мы, в принципе, и этот фильм мы долго отстаивали. Мы отстаивали его, в первую очередь, сами для себя, потому что, да, это хорошая литература, но на бумаге и в бизнес-плане это не окупаемо. То есть это очень серьезный риск делать драматическое кино. Я очень рад, что, в принципе, наш зритель пришел к тому, что уже смотрит и ходит. Это прям низкий поклон. Но это как-то произошло. Я просто думаю, что аудитория подросла, которая смотрела 15 назад «Американский пирог», им теперь за 30, и у них появились какие-то потребности смотреть еще что-то серьезное. Так как я, в принципе, сам отношусь к этой аудитории, которая подросла с 90-х. Наверное, так работает. Касательно Виталия Константиновича, я встречался с ним до съемок. Это длилось 20 минут, я много раз это рассказывал. И опять же, я сказал, что я просто хочу, чтобы вы знали, что я существую, и такой фильм будет. Мы передавали сценарий, он его не читал, безусловно, потому что он не хочет погружаться в это горе. Две вещи лишь я услышал во время разговора. Он сказал, что все, кто снимает документальный фильм обо мне, а документальных фильмов много, есть немецкий документальный фильм, есть, конечно, канал «Дискайвер», я могу ошибиться. И он говорит, что везде, говорит, у меня показывают, что я живу в какой-то хижине. Ну, видимо, это такое какое-то стереотипное отношение. Он говорит, что я построил очень хороший дом для своей семьи. И мы нашли очень похожий дом. Это классический кирпичный дом, и внутри убранство такое. Ну, я в этом чуть соображаю, я понимаю, как выглядят дома кавказские. И, то есть, это такой собирательный образ в этом доме есть. А в Ясинтуках уже, когда мы увиделись после показа, ему было, конечно, очень больно, и мало мы что могли обсудить. Я приобнял и сказал, простите, если я что-то сделал не так. А он в ответ, там были еще родственники, и он сказал, что пусть все дети попадут в рай, если он существует. Это вот все, что между нами состоялось в плане диалога. Я думаю, что, опять же, родственников было много, и я думаю, что они приняли картину, потому что, если бы они ее не приняли, я бы как-то это почувствовал. Ну, то есть, я думаю, что они люди восточные, они бы не стеснялись мне что-то высказать. Вот, как так. И еще у вас был какой-то вопрос, а по поводу того, почему я снимал комедии? Вы знаете, я снимал то, что мне давали снимать. Это все очень просто. Я в 22 года снял свой первый фильм, и я не выбирал. Мне ни за что не стыдно, я очень счастлив, что это случилось все. Просто я говорю, что я всегда делал максимум на том уровне предлагаемых обстоятельств, которые у меня были. Ну, то есть, мне говорили, у вас есть рубль. Я снимал на рубль так, что это выглядело на два. Ну, как мог, так делал. То есть, сегодня в какой-то степени мне повезло, что я чего-то добился, и у меня есть там замечательные партнеры, и я уже могу вот, я не знаю, сделать землетрясение, могу сделать непрощенного. И людям это нравится, и там это, на мой взгляд, как-то глубоко. Вот, в принципе, все. Тоже мне посчастливилось поговорить с людьми непосредственно, которые были во время суда со стороны, скажем так, российской стороны, которые прошли все это. Я не говорю, чтобы все было еще циничнее. Все было еще циничнее. То есть, я просто не хотел делать кино про хорошего, нашего и плохого их. То есть, ни в коем случае, это кино не про это. И даже не хотел, чтобы это было кино про месть. Да, вот, как сказал Армен и вот, и Дима, что это, в первую очередь, все-таки кино о любви. Да, я думаю, что кино можно по-разному трактовать. Да, можно сказать, что «Крюстный отец» — это кино про убийцу, а можно сказать, что это кино о человеке, который любит свою семью и делает все ради нее. Вот, в принципе, это история про человека, который оценит память о своей семье и добился справедливости. А все было вот, ну, как бы, еще хуже. Потому что, видимо, религия там одна — это деньги. Ну, опять же, не у всех, но в целом. И они, люди искренне воспринимали предложение об извинении как шантаж. И пытались просто откупиться. То есть, никто не понимал, что это просто другой, другая цивилизация. Это столкновение двух цивилизаций. И они просто друг друга не напомнили все. И Ось Поводарья, журнал «Я пою». У меня три вопроса для Дмитрия Нагеева. Зоинка, точно мне? Да. Потому что ты не слышала, как я пою. Может быть, не по адресу ты сейчас. Я пою хуже, чем Адриасян раз в семь. Поэтому, может быть, ты кому-то из армян задашь этот вопрос. Нет, ну ладно. Да ладно. Как сложно вам было готовиться к такой роли? Второй вопрос. Как обычно вы смотрите... Вот с какой реакцией вы обычно смотрите премьеру фильма с вашим участием? И третий вопрос. Когда-то вы говорили, что мечтали о такой роли, как в фильме «Непрощенный». А теперь, когда вы сыграли в этом фильме, о чем в следующем вы будете мечтать? Профессионального благо. Удивительный вопрос. Спасибо тебе за него. Поскольку журнал «Я пою», я тебе скажу, что все вокальные партии в этом фильме исполнял я сам. выучил и пел. Это касается подготовки. О чем я теперь буду мечтать? Тупик. Больше мечтать не о чем. Все. Я на вершине. Поэтому ты к этим вопросам просто подкосила мой день сегодняшний. Я понял, что все запланированное в жизни исполнилось. И еще, Мася, я забыл. Вот из-за вереницы вопросов еще один. Как сложно вам было готовиться к этой роли? Сложно. Ну вот сложно. Я очень не люблю и опасаюсь говорить о сложности нашей работы. Потому что есть работы, есть профессии, где людям несравнимо сложнее, чем нам. Мы актеры, как бы тебе не было тяжело, некомфортно и невкусно на площадке, все равно это актерская площадка в мирное время. Поэтому мне было тяжело, но я стараюсь об этом не говорить и не думать. Потому что мне немного совестно просто рассказывать, как мне было тяжело. Спасибо тебе большое. Можно мне вопрос к дозвонку, Дмитрий. Такие роли, как мне кажется, которые отнимают такое количество энергии, ума, сил и часть тебя, они не могут не накладывать отпечатка на дальнейшую жизнь и отношения к жизни. Насколько ваше отношение к жизни или мироощущение изменилось после этой работы? Спасибо. Опять-таки я вернусь к тому, о чем я уже говорил. Для меня есть опасные артисты, которые начинают отождествлять себя с образом и потом долгие годы в интервью это тянуть. Я не хочу примыкать к ним. Я сделал свое дело, мы сняли фильм. Я надеюсь просто, что он может быть грустным, он может быть разрывающим, он может быть любым, лишь бы он не был скучным, лишь бы люди не пожалели о потраченном времени. Поскольку все, что я делаю в своей жизни, это ради зрителя в профессии и ради любви в жизни. Вот если мне не удалось затронуть две эти вещи, то для меня бессмыслится проведение на съемочной площадке. Мне кажется, что я и до этого был достаточно щепетильным, трогательным и вкратчивым в своей личной жизни. Наверное, в период съемок это обострилось все, и я чаще старался трогать своих любимых, чтобы убедиться, что они здесь и надеяться, что меня это не коснется. Но, наверное, ни один фильм не может воспитать артиста. Мне кажется, что я до этого был достаточно сформировавшимся человеком. Спасибо. — Клабаку, хотела спросить Дмитрия тоже. Вот вы как человек, а не как актер, как оцениваете поступок Калоева? Это было проявление чего? Боли, его характера, его восточной крови? Как вы считаете в целом вообще? Как мы себя чувствуем? — Наверное, это один из самых ярких поступков и подвигов во имя любви. У меня масса вопросов, поэтому я попросил вот Царика, чтобы я не встречался с героем. Я играл так, как я себе придумал это. Я очень не хочу сейчас входить в эту дискуссию, в мое человеческое отношение. Меня в каждый период жизни разрывали абсолютно двоякие ощущения, чувства, эмоции от того, что произошло. И, наверное, иначе нельзя, но и так нельзя. Вот меня вот так вот качает. Что касается актерских проявлений, это моя кухня. Я оправдал абсолютно героя в человеческом плане. Я не хочу сейчас входить в этой дискуссии. Я, может быть, чуть-чуть дополню. Дело в том, что, так как вы все посмотрели фильм, вы уже, я думаю, из-за момента помните, он произносит, мне кажется, очень ключевую фразу. Он говорит, что «Как бы поступили бы вы, увидев своих детей в гробу?» Эта фраза я взял из интервью, не его, а из интервью его брата. И мне просто показалось, что это тот самый вопрос, который я хочу задавать зрителям. То есть это вот вы задаете этот вопрос, но я точно так же задаю этот вопрос зрителям. И это о том, что каждый, выйдя с фильма, то есть получит какое-то количество вопросов, на которые он либо хочет отвечать, либо может, либо не может. Но это, вот то, что говорит Дмитрий, это действительно разрывает. То есть однозначно сказать, что «Ух, нет, не прав», это очень сложно. Именно поэтому этот фильм есть, потому что это очень многослойная вещь, которая задает большое количество вопросов. У меня вопрос. Место трагедии, на котором происходит большинство съемок, да, где главный герой ищет свою семью, помогает в поисках главных деталей, оно как-то восстанавливалось? Или это графика, где снималось? То есть на том же самом месте происходили снижники? Либо подобрали площадку похожую? Это первый вопрос. И второй, ну, как я спортсменка, да, немного. Вот мне интересно, как достиглась походка главного героя, потому что действительно держать ту походку, в которой главный герой находится в течение всего фильма, это очень сложно. И действительно она передает всю тяжесть, боль, то есть потерю близких, то, что нет сил не продолжать движение. Каким образом добивалась такая походка? Ну, это восхищение, то есть это действительно круто. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я не хочу лукавить и не буду говорить, что я подбегал и просил сделать походку. То есть Дмитрий, ну, умный артист, это очень большое значение имеет, потому что мы очень много работали в этой жизни с артистами. Умных очень мало, поверьте мне. Даже из тех любимых и известных, многих, кого вы знаете, умных единицы. Дмитрий умный артист. И, соответственно, он уже пришел с этой походкой. И, ну, то есть это вся сутулость. То есть, да, это прекрасно, что он пронес это через весь фильм, и действительно это отражает всю боль, и она трансформируется, походка, через... То есть мы вначале видим ее, ну, чуть другой, но все равно, то есть это жизнерадостный человек, да, а потом она трансформируется, прочее. Ну, это действительно передано, и это прекрасно. То есть я как режиссер, мне было важно не испортить то, что придумал артист. И там очень много деталей, таких как, когда Дима встряхивает пепел в руку, когда Дима пишет на руке Нильсон, когда во время разговора он начинает говорить «кс-кс-кс-кс-кс, это придумал Дима». Этого не было в сценарии. Ну, то есть это те актерские трюки, прекрасные, на мой взгляд, которые дополняют материал. И моя задача, что я никогда не останавливаю артиста, который придумывает, потому что мне кажется, что в соавторстве и рождается что-то хорошее, Потому что иначе бессмысленно что-либо делать иначе. Но я настаиваю на том, что кино — это режиссура. И я, как король хаоса на площадке, меня несёт. Я, в общем, последний сценарий, который я читал, в которых я снимался, вы знаете, слышали эти фильмы, там иногда было, часто человек говорит, написано «Место для импровизации Нагиева». То есть и полстраницы. Дальше идёт уже обязательный текст других артистов. И вот здесь меня несёт. И у меня была просьба к Сарику, останавливай меня, дёргай. И он с присущей ему хамской манерой врывался на площадку и говорил, что это вообще не туда и не отсюда. Я пытался, да. У меня был момент, когда я хотел раскрасить это вот внутреннее ощущение, желание каждого артиста. Если мы играем трагедию, я сейчас страдану так, что люди там с ума сойдут. Это губит всё. Это вот 99% плохого кино сегодняшнего дня. Если комедия, то я такую рожу скорчу. Уписывайтесь сейчас там. Вот это вот просто губит. Сарик очень точно останавливал и направлял, за что я ему признаю. Что касается места съёмок, то, конечно, я купился на то, что это будет Испания, что это будет Швейцария, проездом через Германию. Нет. Нет. Это были деревни. И весель здесь, в часе езды по колено в говне, вот, где я изображал Швейцарию, Германию и Испанию. То есть, на какой-то момент я забыл о том, что продюсерский состав Армянин. Как получается, да? В Выборге я был. Зато вы были в Санкт-Петербурге. В стратегической точке. Вот мы открывали фестиваль, и, соответственно, там, на поезде я там ехал до Бременной, и я смотрел в окно и думаю, что ничем не отличается от Подмосковья. Так я и своей девушке сказал, когда мы приехали в эти деревни. Она говорит, ты же Швейцария сказал. Да ладно, ничем не отличается, сказал я. Ну, да. Мы снимали... Да, это вот наши поля, просто чуть разукрашенные на компьютерной графике. Ну, то есть, там добавлен фон, дымы. Самолет мы перетащили реальный, но самолет чуть нарисован, опять же, на фонах, висящий. Но у вас, то есть, пена дорисована. Но в целом, то есть, мы... Я не знаю, откуда мой художник-восстановщик нашел самолет, честное слово. Ну, потому что эти какие-то большие герои, потому что... Ну, это же не так, что вы приходите в аэропорт, говорите, тут самолета нет в случае. Сломанного нам надо того года, да. То есть, это, да, это вот... Группе большой поклон, потому что они, видимо, так давно со мной работают и понимают, что когда для меня что-то очень важно, они это делают, ну, как в последний раз. Поэтому вот там графики минимум. А дом Нильцина? Дом Нильцина — это котлетный поселок английский, который есть тоже где-то в Подмосковье. То есть, мы выдали его за Швейцарию. Ну, вот к разговору о точности, да, и достоверности. Спасибо вам, что вы затронули эту тему. Сарик скромничает в этом фильме. Я думаю, что вы профессионалы заметили. Есть невероятная деталь, которая, не знаю, как на вас, на меня работала просто на разрыв. Здесь очень точный акцент у всех, кто говорит на английском языке. Начиная с медсестры в больнице, в Испании. Она говорит по-английски, но мы понимаем, что это испанка. И Сарик к этому вопросу подошел очень скрупулезно. Расскажи, пожалуйста, это очень интересная тема. Да, там на поле говорят с немецким акцентом, там в Швейцарии чуть с французским, опять же, медсестра говорит чуть с испанским. Но, опять же, мы понимаем, что мы фильм будем показывать и за рубежом, и будут международные продажи. И плюс-минус я сам что-то умею говорить на английском. Я очень хорошо понимаю, что для них вообще акцент имеет большое значение. То есть, потому что они либо верят, либо нет. Если бы все говорили с русским акцентом, там, с грубым R, то я думаю, что мы бы сильно потеряли, и над нами бы просто смеялись. А так мы абсолютно все подобраны. То есть, у нас были консультанты, мы писали это в Лос-Анджелесе, частично в Москве. И, то есть, все звучат так и попадают и в липсинг, будто бы это действительно иностранные артисты. Иностранные артисты там есть, там Кьер Бурель, да, вот непосредственно Нильсен. То есть, есть, но в целом, то есть, мы за своим простить и заморочились. Продолжение следует...